Не могу справиться с тревогой о будущем Такая типичная Большая Жалоба Но каждый в ней себя найдет Сто процентов Игорь, позвоните мне Пожалуйста Не могу справиться с тревогой о будущем Алло Алло, Алексей, здравствуйте Да, Игорь, добрый вечер Выключайте трансляцию, пожалуйста Чтобы не фонило Да, Игорь, добрый вечер Выключил Супер, молодец Ну что, давай, у нас есть 45 минут Что за тревога за будущее Когда началась Как развивалась И как сегодня это выглядит Хорошо Прежде хочу сказать Что сделал огромный прогресс С помощью вас Мне кажется Не осталось совсем чуть-чуть И нужна очень ваша помощь В 2007 году Я уехал в Китай В Гонконг Добиваться своей цели Своей мечты Я танцор профессиональный Бальными танцами занимаюсь Через три года Проживание там Работы Условия были Как бы не очень Очень маленькие квартиры Жили мы В основном танцоры Живут своими напарницами Квартиры буквально 12-15 квадратных метров В 2010 году Впервые Испытал паническую Атаку Находясь в ресторане Ну Со своей напарницей А что это был за период? Еще раз Что это был за период Когда вы испытали Первую паническую атаку? Период был ужасный Было очень сильное Напряжение И физическое И эмоциональное Потому что Мы очень много тренировались Нужно было Оплатить огромные деньги Счета По счетам Вот И самое важное Для меня Сверхценная потребность Всегда была Это Танцевать Со своим Любимым человеком А моя напарница Была просто Как Обычная партнерша Обычная девушка Но нам пришлось Жить вместе И вот в этой Все ситуации Я почувствовал Безвыходность Но я не мог С ней расстаться Потому что Это был очень Высококлассный Танцор И Нам приходилось Вот как-то Ну С этим разбираться То есть Можно предположить Что вы находились В состоянии Больших Факторов Жилищные условия Финансовые обязательства Это все Компоненты Но Как вы предполагаете Основным Психологическим Фактором Являлось то Что у вас было Убеждение Такое Ценное Понимание Что вы должны Танцевать со своей Любимой девушкой В паре Абсолютно У меня было Я думаю С 14-15 лет Такая мечта Да Мечта Мечта Это правильное слово А пришлось Танцевать С профессиональной Партнершей Которая не являлась Вашей любимой Девушкой Но расстаться Вы с ней не могли Потому что Она вам Максимально В пару подходила А новый партнер В вашем Виде спорта Найти не так легко Да Абсолютно А вы танцуете Сколько Из 10 Танцев Ну Раньше Танцевал Все 10 Сейчас Ну А потом Только 5 С ней мы танцевали Только 5 Понятно Окей И тогда У нас возникло Напряжение Которое Как проявлялось Это коротко И как оно Закончилось Панические Атаки Шатало Меня И нарушение Фокусировки Вот В общем Все это Длилось Где-то В течение Полугода До тех пор Пока мы Не расстались То есть В принципе Можно сказать Что симптом Свою задачу Ты и выполнил Да Супер Принято Дальше Дальше Я Подумал Что скорее всего На меня так влияет Гонконг Само место В котором И я решил уехать оттуда Я уехал Мистика Гонконга Видишь Как ты не осознавал проблему Дело не в Гонконге Да Дело в том Что с помощью вас Я понял Что моя вторая Сверценная потребность Это иметь свой дом Свою квартиру Где я могу быть Самим собой Где мне не нужно платить За эту квартиру Аренды огромные Чтобы это было мое Вот Этого не было И я решил От этого Как бы избежать Я уехал в Америку Но напряжение Не прошло В Америке прожил год Панических атак не было Но очень было Зажато мышцы шеи В груди Постоянный камень И начал падать Уровень мастерства Потому что Тело было абсолютно Как бы Грубо говоря Непригодное уже К К работе на сто процентов Вот Вернулся снова в Гонконг Через год Я не знаю Сейчас может запутаю вас В общем Так все это продолжалось Шесть лет Вот Я менял напарниц И танцевал с теми Кто мне не нравился Но они были Хорошие танцовщицы Вот И в течение шести лет Я всегда чувствовал Либо панические атаки Либо просто Головокружение В общем Вот такая ситуация До До 2015 года Меня преследовал Технически Невозможно Танцевать С любимой девушкой Потому что Так не случается Да? Ну Я так постарался Сделать Последнее Мое партнерство Вообще В этом виде спорта Не приветствуете Да Да Я так постарался Но Эта девушка Не была Высокого класса И соответственно Я столкнулся С проблемой Что у нас нет Результата В моем любимом деле И у меня опять Начались Одно сплошное Противоречие Либо танцевать Абсолютно Я так и думал Что я боялся Запутать Потому что Я Что тут запутаться Тут две березы Либо танцевать С любимой девушкой Но она не дотягивает Классом Либо танцевать Не с любимой Но она подходит По классу Как же быть? Да Я с собой не смог Договориться И Ну грубо сейчас скажу Слил несколько лет Своей карьеры Если бы я мог Сделать Принять решение Я бы что-то Точно мог бы В итоге Потому что Я пробовал И там чуть-чуть И там чуть-чуть Но так Невозможно Хорошо Это противоречие Я понял Как оно технически Выглядит Что же сегодня происходит? В общем В шестнадцатом году У меня треснул Мениск У меня закончился Контракт По квартире В Гонконге Я начал путешествовать Я в Таиланде Практически Был там Раз десять В году В общем Все было прекрасно Три года Я уже думал Что никогда Мне не вернуться Эти панические атаки И еще я ходил К монаху В 2016 Том же году Который сказал Попей из-за зелия И у тебя никогда Ничего не будет И я так подумал Что так и все И произошло На самом деле Зелик попили? Я надеюсь Грибное? Галлюциногенное? Не знаю Зеленого цвета Какого-то Очень неприятного вкуса Галюные были? Не было Но Панических атак Больше не испытывал Вот Но на самом деле Я уже проанализировал Конечно У меня Во-первых Я расстался С ненужной партнершей Я надеюсь Вы понимаете Игорь Что зелик К паническим атакам Не имел никакого отношения Вообще Конечно Сейчас Я смеюсь Вы не испытывали Панических атак Потому что На тот момент Более-менее Что-то разрешилось В жизни Абсолютно Много Да Много чего Разрешилось Переходим К сегодня К сегодняшнему дню Да В январе этого года Да Я вернулся В Гонконг Буквально На год Чтобы заработать Не хватающую мне сумку Чтобы купить Свою квартиру О которой я мечтал Вот И поскольку Я уже за три года Совсем забыл Что такое Панические атаки Я прекрасно Себя чувствовал У меня вновь Появляется девушка Вот С которой Как бы Она В данный момент Она моя ученица То есть У нее есть партнер Вот И Буквально Через две недели Как она переехала Ко мне жить В Гонконге У меня Появилась Тревога А еще через неделю Паническая атака И я по старым схемам Начал просто Убегать Я начал ездить в Таиланд Сам Я уезжал домой Игорь Подожди Тормози А с чем вы связываете Подъем напряжения Ввиду Квартиры И новой девушки Дело в том Что Либо у меня Я вспомнил Старые схемы Свои Забота про схемы Мы сейчас про жизнь Говорим Итак Вы заработали На квартиру Да Реализовали Свою мечту По квартире На следующей неделе Реализую Хорошо А с девушкой Что не сходится Я дело в том Что решил Я думал Что это не мой человек И мне нужно расстаться Потому что Я начал переживать И паниковать Но Решил Что я наконец-то Решу с собой вопрос Это со мной что-то не так Подожди Тормози Не мой человек Я хочу расстаться А проблема В чем Которая мешает Этому Я не смог Так с ней поступить Потому что Она приехала С другой страны И с большими надеждами Что я помогу Ее в карьере Вообще На самом деле Человек Очень классный Это не имеет Никого значения Классный человек Это не диагноз Итак У нас есть Еще одно противоречие Вы у нас Оно сплошное противоречие Первое противоречие Выглядит как Тогда Просто смотри Как ты их создаешь себе У меня есть мечта Мечта Что у меня Должна быть в паре Любимая девушка И трава не расти Но реальность такова Что любимая девушка Не дотягивает классом А в паре Профессионалка Которая классом дотягивает Но она не любимая Проблема Вторая мечта Это квартира Которая является Важной мечтой И если у меня ее нет Это тоже плохо Но затем Возникает следующая история Одну мечту я почти решил Но потом у меня появилась Вроде как Любимая девушка Но сейчас я понял Что она Не совсем любимая Я хочу расстаться Но опять не могу Потому что я возложил На себя Чувство вины И важности Что она Ставит на меня ставки И опять не могу расстаться Да И так же Что я может просто Слабый В том плане Что я не могу До конца Избавиться От своих Не знаю Каких-то навязчивых мыслей Или Негативного будущего А как выглядит Я смог бы построить Отношения В принципе С любым человеком Но из-за моих Таких постоянных Противоречий Как вы говорите У меня к вам вопрос В чем сейчас проблема Расстаться с девушкой В том что Панические атаки Прошли Осталась лишь Тревога Что я уеду Туда Где покупаю Квартиру А что делать С ней Я не знаю Потому что Она совсем С другой стороны Она не говорит На языке Той страны Куда я собираюсь В чем же проблема Расстаться с девушкой Сейчас глупо Но девушка Очень хорошая Но я не испытываю То что я когда-то Испытывал Каким-то девушкам Давай я третий раз Вопрос задам В чем же проблема Расстаться с девушкой Она хорошая Это все прекрасно Проблема в чем Наверное В страхе В страхе Потерять хорошего человека Из-за своей Каких-то Навязчивых мыслей Вы хотите С ней расстаться Не потому Что у вас Навязчивая мысль А потому что Вы сказали Что она вам не подходит Да Вот я делаю То что хочу Оправдывать Сейчас себя И ее Но вот И я вот хотел Вот это Мне не хватает Буквально Вот детальки Какой-то Собрать этот пазл Который Произошел Тут нет детальки Ты не говоришь Она мне не подходит Дословно Она не мой человек А рассказываешь Мне сейчас Историю Что я хочу С ней расстаться Потому что У меня симптом Какой-то там Может быть Хватит на симптом Перекладывать Ответственность У тебя симптом Первый раз решил Когда тебя там Зашатало Через полгода Ты расстался С этой партнершей Теперь у тебя Опять симптом Возникает Который должен Якобы быть Причиной Может быть Смотреть Надо научиться Трезво А в твоем случае Трезво Это то Что человек Что первый Что это Тебе не подходит Другой вопрос Почему он тебе Не подходит Но это Это уже Следующая Тема Но так Сначала Ты просто Берешь У тебя Есть очень Хороший Паттерн Поведения Я с помощью Симптома Достигаю Состояние Когда я С ней расстаюсь Из-за симптома Что первые Полгода Панические Атаки Шатало Там тебя Полгода И ты С ней расстался Из-за этого Теперь ты Будешь ждать Что тебя Зашатает И так далее Чтобы ты Расстался С этой Девушкой Возникает У меня Игорь К тебе Вопрос А в чем Проблема Это решение Принимать Самому А не Из-за Симптома Дело в том Что я научился Столько методик От вас И что Я сейчас Справляюсь Да мне Пофиг На твои Симптомы Я вопрос Другой Задаю В чем Проблема Самому Принимать Решение О расставании С девушкой Вне Перекладывания Ответственности На симптом Скорее всего Воспитание Скромность Неуверенность Там есть Какое-то Конкретное Умозаключение Я не хочу С ней расставаться И не могу Потому что Потому что Я не уверен Что я должен С ней расставаться А как симптом Тебе помогает Стать уверенней Потому что Когда Если бы это Был 100% Мой человек И по моим Ощущениям То у меня Этого симптома Не возникло Не возникло Браво Гениально Ты слышишь Как ты себя Обманываешь Ты говоришь Я не уверен Что это Не мой человек Но если У меня Симптом То Симптом Докажет Что это Не мой человек Как ты Удивительно Перекладываешь Принятие Ответственности Решения На якобы Симптом Потому что Симптом Доказал А я понял Мне на самом деле Нужно просто Принять решение Либо в ту сторону Либо в другую Себя Не противоречить Самому Как ты видишь Из своего Анамназа жизни Как только Ты решение Принимал Тебе сразу Становилось легче Абсолютно Ну так Может перестать Надо перекладывать Проблему На симптом У тебя Сейчас есть Это кстати Тоже очень Крутой Кейс В том смысле Что как мы Вот в данном Случае Как это Тонко Все это Чувствуют Плюсик Ставим Кто это Видит Как человек Тонко Пытается Заручиться Поддержкой У некого Симптома Что если Вот я сейчас Посижу И посмотрю Если у меня Значит симптоматика Ебашить будет Значит она точно Не моя Если симптом Пройдет Значит моя То есть По вашей логике Если бы я вам дал Какой-то плацебо Или какой-нибудь Там Я не знаю Там Транквилизатор И у вас бы Симптом прошел То вы бы себе Рассказали Что это человек Ваш Логически Да Слушая вас Так и получается К сожалению И с другой стороны Смотри какая Интересная штука Как ты можешь Поставить себя Раком Игорь Предположим Ты нашел Девушку Которая твоя Во всех смыслах Этого слова Но у тебя Возникает Например Астания Из-за переутомления И ты говоришь У меня симптом Черт не моя Да это не связано Правда Правда Так правда В том Что она не твоя Почему Потому что я Потому что я думаю Что она не моя Я не знаю Я даже не знаю Как это делать Ну как ты так думаешь Она почему Не твоя Сегодня Потому что Я не вижу Будущего У нас Совсем разные Как бы Цели У меня цель Купить эту квартиру И уехать С Китая А у нее Там Свою карьеру Строить Она начинающий Танцор И вполне возможно Что ей Придется там Оставаться А я из-за того Что я обычно Такой хороший Мне придется Поддерживать ее Там карьеру Приезжать туда И это все Будет очень сложно Вот Если бы у тебя Сейчас была Возможность Сделать Взмах Волшебной палочкой То как бы Ты бы Сделал Свою жизнь Ну вот у тебя Волшебная палочка И ты Где Ты с кем Ты что делаешь Ну пофантазируй У тебя есть Волшебная палочка И у тебя Одно желание Сейчас Делать жизнь Такой Как бы Тебе было Хорошо Как бы Это выглядело Где ты С кем Ты И что Ты делаешь На данный Момент Я В Европе Я сам Я занимаюсь Своим Любимым делом Я преподаю И выступаю Еще раз Это повтори Я в Европе Я сам И занимаюсь Своим любимым делом Преподавание Танцев И выступления Что мешает Это Получить Вне Волшебной Палочки Страхи И Ну и совесть Тоже Совесть Ну наконец Я это услышал Отлично То есть Получается Что ты хочешь Жить в Европе Преподавать И получать Удовольствие От жизни Но тебе Мешает совесть И как тебе Мешает совесть Ну это Будет звучать Уже просто Как детский сад Алексей Я понимаю Почему вы Клоните Совесть Мне мешает Бросить Хорошего Человека Оставить Его На Произволящее Потому что На самом деле Она меня Очень поддерживал Пока я Справлялся С своими Такими Проблемами Поддерживал С моей покупкой Платиры За границей Тормози Тормози Волшебную палочку Услышал Да Между этим Стоит совесть Поэтому Тут у нас Будет сейчас Только одна История Как сделать так Чтобы волки Были сыты И овцы Целы Пожалуйста Как бы ты Сделал так Чтобы ты Жил в Европе И занимался Тем Что ты хочешь Но и так Чтобы твоя Стовесть Была спокойна Я да Уже об этом Думал Я хочу Начать Делать Только то Что я считаю Нужным В данный момент То есть Я буду Больше Констанавливаться На работе В Европе Ну и соответственно Квартира Покупается В Европе И дальше Просто Не форсировать События Посмотреть Как будет Я думаю Так На данный момент Как выглядят Волки И овцы А овцы Где Волк Это ты Овца Это она Ну и где Овца Волк Это Да Это я Волк Это ты В Европе Которая Занимается Преподавательской Деятельностью У тебя Очень хороший Вид спорта Очень высоко Оплачиваемый Да Соответственно А овцы Это она Перед которой Тебя чувствуют Что там Совести Ты как Сделать так Чтобы ты был И в Европе И занимался Тем Что ты хочешь Но чтобы твоя Совесть Перед ней Была Более-менее Чиста Ну мне кажется Я ответил На ваш вопрос Я решил Я буду заниматься Может быть Я не понял Потому что Я не услышал Про совесть Но совесть Мне не позволяет Просто расстаться Бросить человека Потому что Мне нужно заниматься Своими делами А я думаю Я могу с ней договориться Вот как Вот я хочу это услышать Как ты сможешь С ней договориться С совестью Или с девушкой С девушкой Потому что Со совестью Я договорюсь В том случае Если я стопроцентно Решу с ней расставаться Как ты будешь Договариваться С девушкой Чтобы твоя совесть Была спокойна Я ей объясню Свои Гоулы Свои Мечты И цели И что я хочу Их достичь И то что у нас Наши отношения В данный момент Они мне немножко мешают Потому что Мне нужно находиться В Азии Большое количество Времени Что ты для нее Можешь сделать Чтобы твоя совесть Была спокойна Затрудняется Но ты же сам себе Эту историю С совестью Продал Значит Ты должен Что-то сделать Для своей совести Чтоб она была Спокойна Либо Есть у нас Вариант Ты на шестнадцатом Сезоне был Да Либо есть Хард Вспоминай Что такое Хард Это Конкретно Обрубать Ненужные То есть Тут ты уже На совесть Как бы забиваешь И говоришь Я все прекрасно понимаю Но для меня Важно быть в Европе Заниматься Тем-то-тем-то Ты к ней подходишь И говоришь Ты знаешь Так-то-так-то Сори-сори Я полетел А медиум Это когда ты подходишь Говоришь Мне это очень важно Сори-сори Я полетел Но Но будем поддерживать Отношения Там уже более Конкретика Когда мужчины У меня в терапии Доходят До всей этой тематики Если это связано Там с женщинами И так далее То там после Но Как правило Фигурирует Финансовая помощь Подарки Квартиры Машины И прочее И прочее Я не говорю Что это решение Неврозов Это конкретные Кейсы Конкретных людей Но я говорю Ты уверен Что тебе это надо Он говорит Ты знаешь Я подумал Да Я понял Что супер Спасибо тебе большое Потому что Я действительно хочу Так-то-так-то Так-то Но моя совесть Я крутил Вертел Я понял Что если я Заплачу Эти отступные Я буду спокоен Я говорю Ну если это твое решение Окей Есть ли какие-то Морально-технически Отступные Из-за которых Твоя совесть Будет чиста Есть И я уже В принципе Их начал Применять Ну тогда Можно подытожить Можно Да То есть На данном этапе Я выберу Медиум Вот И посмотрим Как будет Вот А если уже Так получится Ну время покажет То тогда Будет И тебе на будущее Игорь Надо очень четко Видеть Одну простую Историю Что ты Ходишь по одним И тем же Граблям Где тебе Очень сложно Принимать решение Потому что Как только ты видишь То что ты не хочешь Быть с этим Партнером У тебя Возникает Очень много Каких-то сомнений Возможно Это совесть И еще что-то И ты Перекладываешь Ответственность На симптом Который Должен Тебя Убедить Научись Сам Решать Вопросы С помощью Медиум Или Харда Если ты Будешь Сам Решать Эту Правду Да Действительно Не мой Человек А я Хочу Волшебную Палочку Вспомнил А я Бо Хотел То-то То-то Значит Я Либо Это Уравновешиваю Либо Я По Харду Обрубаю Если ты научишься С помощью Волшебной Палочки С помощью Медиума Это решать То никакой Симптом Тебе будет Не нужен Чтобы получать А-ля Оправдание Своему Решению Understand Да Точно Понятно Красавчик Понятно Вопросы Да Все четко Буквально Да Не хватающие Моментов Вот я Сегодня его Ты просто Привык На симптом Перекладывать Ответ Абсолютно И в принципе Так Посчитай То 9 лет Я этим Практически 9 Ну 8 Занимался Вот тебе И твой кейс Не нужен тебе Полгода Психотерапии У психологов Спасибо Счастливо Благодарю Спасибо большое Спасибо Успех Так Ну кстати Тоже очень хороший Пример Очень хороший Кейс Когда Вот этот Кейс Очень хорошо Показывается Как Мы можем Перекладывать Ответственность На симптом С точки зрения Оправдания Собственных Решений Игорь Игорь У меня К вам Вопрос Я забыл Совсем Сказать А мы Можем Этот Кейс Вызвать Фрагментом На YouTube Убирая Ваш Скайп Который Был Впереди Консультации Я бы Я бы Назвал Как Научиться Принимать Решение Или Вторичная Выгода Симптома Потому что Он Очень хорошо Виден Здесь Прям Торчит Это Очень Хороший Пример Как Симптом Помогает Решать Определенные Вещи Как Это Много Лет Кружится И Кружится И Кружится Вот Сейчас Игорь Выключил Трансляцию Игорь Напишите Что Вы Подключились У меня Вопрос Можем ли Мы Выложить Этот Фрагмент Кейса Без Вашего Скайпа С точки Зрения Того Что Будет Не Видно Ребятки Пока Игорь Подключается Вопрос Всем Кейс Понятен Как Это Все Выглядит Как Это Все Закруживается Очень Часто Нам Симптом Помогает Действительно Он Помогает Оттягивать Принятие Решения Он Помогает Принимать Решения Он Перекладывает Ответственность Мы Говорим Ну Я Сейчас Подожду Не потому Что Я Не Могу Потому Что Полечиться Надо Или Если У меня Симптом То Это Точно Значит Указатель Что Не Мое Или Если У меня Сначала Я Полечусь А потом Буду Действовать Все Это Понимают Вот Это Очень Хороший Детальный Разбор Кейса Где Это Очень Хорошо Торчит И Что Надо Делать В Терапии Товарищи Психологи Ни Хуйней Заниматься Блять Вашими Этими Диванами Научите Показать Человеку Как Он Может Сам Без Перекладывания На симптом Принимать Решение Тогда Ему Больше Это Будет Не Нужно И Симптома Не Будет Жен Ему Не Нужен Уже А Чтобы Научить Нужно Очень Красиво Метафорично Показать Что бы он Хотел Что ему Мешает И как С этим Договориться 20 минут Кейс Разбирали Какого Хуя Блять Вы с ними Полгода Возитесь На диване Вашем Чего Вас Там Учат Игорь Вы Здесь У У Меня К вам Вопрос Уточняю Чи Мы Можем Этот Фрагмент Вырезать Без Вашего Аскайпа То есть Его Будет Не Видно И Назовем Его Вторичная Выгода Симптома Для Ютьюба Я имею Ввиду Спасибо